Цифровые валюты центральных банков мира, глобальная система нумераций, безналичное общество, социальные кредитные рейтинги и другие предшественники клейма Антихриста. Для чего все это внедряют в мир, мировое закулисное правительство и к чему нас все это приведет? Обо всем понемногу поговорим на этой короткой встрече и заглянем в пророческое Слово Божье в Библию. Привет, мои дорогие зрители, мои дорогие друзья, братья и сестры во Христе. Я благословляю вас, я приветствую вас именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Меня зовут Дима, вы на канале библейских пророчеств в последнее время. Добро пожаловать! Приятного просмотра! Думаю, это коротенькое видео будет нам всем в назидание, в укреплении веры нашей, в подготовке к будущим страшным событиям. Чтобы мы морально, психологически, физиологически, да физически готовились к наступлению Дня Онного, друзья. Приятного всем просмотра! В книге Откровения, 13 глава, ясно говорится нам о конце эпохи, о конце этого мироустройства. В этой книге рассказывается гениальный план Сатаны. В кавычках гениальный, да, мы же понимаем. Но его коварные замыслы и планы нельзя недооценивать, правда? Это тайна беззакония, как писал апостол Павел, которая сокрыта от глаз обычных обывателей. Это план по порабощению всего населения Земли в конце дней. По порабощению всех и каждого на этой Земле. Вот к чему мы идем, друзья. И это видно уже невооруженным глазом. Как все это остановить? Не знаю, сможем ли мы. Дьявол желает создать мировое правительство и заставить всех и каждого на Земле поклониться ему через его посланника, Антихриста. Он собирается установить единую политическую и единую религиозную систему. И это уже для нас не секрет. Мы видим, что происходит в этом мире. Слава Богу, Господь нам дал возможность это видеть. Мы наблюдаем за признаками последнего времени. И в свое время, друзья, мы много говорили об этом в ранних видео. Пересмотрите, пожалуйста. Только подумайте, сам сатана стоит за всем тем, что происходит в этом мире сегодня и что произойдет в ближайшем будущем. И люди волей-неволей становятся участниками этого так называемого театрализованного представления, если можно так сказать, театрализованного представления самого сатаны. А вы разве этого не видите? Сатана, Бог смерти и греха, навязывает людям свою волю. Он пытается запугать людей. Он пытается запутать их. Навязать им любовь к материальным благам и к зависимости от цифровых технологий. Чтобы ослепить, как написано, разум неверующих людей. Что делают с жертвой перед тем, как ее приносят в жертву? Ее сначала усыпляют, убаюкивают. Внушают им мнимый мир и покой. Чтобы жертва ничего не заподозрила. Тихо и незаметно. А когда человечество или некоторые из представителей человечества это поймут, тогда уже будет слишком поздно. Слишком поздно будет, как говорится, пить боржоми, когда почки у тебя уже отвалились. Да. Это именно то, что и происходит в нашем погибающем мире сегодня. Людей ведут на убой. Они даже этого не подозревают. Некоторые даже радуются, не зная, что это для них ловушка. Западня путь в погибель. На вечное мучение. Сегодня даже существует система экономических санкций. Санкции для людей, чтобы заставить их подчиниться указам мирового правительства. Друзья. Мирового правительства и антихристу. Понятное дело, что мы сейчас глазами пока не видим. Оно еще не появилось. Оно только формируется. Может быть оно уже есть за кулисами, но скоро появится на свет. Но тем не менее, то, что они делают, мы уже видим, происходящим в этом мире. Глобализм. Глобализм. Единый социализм или коммунизм, который они хотят построить. То, что когда-то хотел сделать Советский Союз, они хотят теперь сделать это со всем миром. Только под другим соусом чуть-чуть. Вот недавно мне Ютуб заблокировал видео и объявил мне страйк. А что такое страйк на Ютубе получить Ютуберу? Да. Это неприятно. Что такое страйк вообще? Это мера наказания, которая накладывается на владельца канала за нарушение авторских прав или принципов сообщества. За ней следует, как правило, понижение его репутации и ограничение его в полноценной работе на платформе. Как интересно, да? Кого хочу, одобряю, кого хочу, не одобряю. Пригрозили пальчиком. Если ты будешь плохо себя вести, мы тебя на неделю запретим тебе проводить прямые эфиры. Так и было написано мне. И размещать видео. А если и дальше не послушаешься наших требований, опять пригрозили пальчиком. Будешь вообще заблокирован. Будут проблемы у тебя. Понимаете, к чему нас потихонечку подводят? К мировой диктатуре. Где забудьте, друзья, слово «демократия и свобода слова». Скоро политики будут включать дурочку и говорить «демократия? Свобода слова? А что это такое?» Вы же хотите, чтобы был новый мировой порядок? Чтобы был порядок на земле? Тогда слушайте нас. Иначе мы вас отправим в лагеря валить лес, как это было и при СССР. Но думаю, что антихрист придумает кое-что похуже. Ему лагеря не нужны будут. Пленных не брать, да, как говорится. Как на войне. Пленных не брать. Вот это то, что будет в конце. Давайте зачитаем текст, который мы хорошо знаем, но это просто в напоминании нам и немножко поразмышляем. Откровение Иоанна, Богослово, 13 глава, 16-18 стих. И он сделает то, кто это он? Антихрист. Мировое правительство во главе с Антихристом. Человеком греха, сыном погибели. Он сделает то, что всем, подчеркните слово «всем», малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет, это неотвратимый факт, это то, что случится 100% рано или поздно. Положено будет. Это пророчество, которое нельзя изменить уже. Это уже факт, свершившийся в будущем. Просто мы еще до этого не дожили, но скоро доживем. Положено будет куда? Конкретно показывается правая рука или лоб. Выбирай, выбор невелик. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Это все одно. Начертание – это и есть имя зверя. Начертание – это и есть число имени его. То есть он будет приверженец цифр. Если у Господа Слово Божье, то у него цифры, 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 цифры. Здесь мудрость. Чтобы понять, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Если вы внимательно присмотритесь, на штрих-кодах любых товаров стоит штрих-код 666, друзья. Возьмите любой товар, и вы увидите это. На любом товаре. Штрих-код. Поизучайте. Происхождение, значение. Там везде уже три шестерки. Это уже плацдарм для развития технологий. Это то, что происходит сегодня в этом мире. За этим уже стоит мировое правительство. Просто Антихрист еще не явился публично. За этим стоит тайна беззакония, которую апостол Павел писал еще 2000 лет назад. Это тайна беззакония уже в действии. Только пока еще не совершилось, а совершится в конце дней на пороге пришествия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот к чему мы идем, друзья. Число его 666. Итак, друзья, мы прочитали небольшой отрывок только что. Из Библии. Я же вам не читаю книгу Сатаны. Я вам читаю Библию. Что вы видите в этом отрывке? Что вам бросается в глаза? Поизучайте дома внимательно всю главу, 13 главу Откровений. Почитайте внимательно и непредвзято. И напишите на полях ваше мнение. Под этим видео в комментарии тоже. Скоро это зловещее пророчество исполнится в точности, друзья. Я не запугиваю вас и себя. Я говорю по факту, как это будет скоро. И тогда что будем делать мы, христиане? Или что будет делать с нами мировое правительство? Тоже вопрос интересный, да? Какой путь или выход приготовил Антихрист для христиан? Интересно, правда? А как вы думаете? Христианам будет сладко во время правления Антихриста? Я так не думаю. Сладко будет только тем, кто его примет. Поклонится ему и примет начертания. А остальные будут в гонениях. И тут так и написано. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Что значит победить их? Это же не шуточки. Тюрьма, смерть, гонение. Вот что ожидает христиан в это время. Это серьезные вещи. И это Божье предупреждение для всех, для нас, друзья. Это нельзя, этот фрагмент нельзя игнорировать. И нельзя сегодня говорить о птичках и цветочках, когда мы на пороге исполнения этих всех пророчеств. Друзья, мы готовы с вами. Мы уже настолько готовы, что готовы говорить с вами о птичках и цветочках, что к этому мы уже подготовлены событию. Ну хорошо, если ваша церковь готова, что вы можете позволить себе говорить на другие отвлеченные темы и не изучать книгу Откровения внимательно в последние дни. Или мы настолько изнежены и привыкли жить, так сказать, в этом мире на широкую ногу, что готовы принять все, что не будет говорить нам мировое правительство. Но мы же должны быть послушны существующим властям. Но нужно же иногда христианину включать и голову, здравомыслие, и прагматизм даже иногда нужно включать, и смотреть на Писание, что мы послушны правительству только в рамках Божьего Слова. Потому что если правительство скажет нам «иди воруй» или «убивай», или «насилуй», так извините, я это делать не буду. Я Бога боюсь больше, чем правительство. Потому что Бог меня может осудить на вечные мучения. А правительство максимум, что может сделать со мной, это лишить меня работы, там и чего еще. Ну, жизни тебя лишить, в крайнем случае. В тюрьму отправить, и что? Ну, это временно. А Бог тебя может на вечные мучения отправить. В наказание вечное, как написано. «Выбирай, временно или вечно?» Как интересно. Так кто же такие святые? Это верующие в Иисуса Христа. Откровение, 13 глава, 10 стих. «Кому суждено пойти в тюрьму, тот пойдет в тюрьму. Кому суждено быть убитым, тот будет убит мечом». Здесь стойкость и верность, или вера святых. Это я вам прочитал оригинальный манускрипт. Кто такие эти святые? Еще раз, друзья, это верующие в Иисуса Христа на основании Нового Завета. Не заблуждайтесь. Кто-то там кричит, это евреи. Ну, правильно, да. Христиан Господь заберет таких добрых и хороших, а евреи пусть страдают во время Великой Скорби. Пусть проходят, заслужили Великую Скорбь. Так что ли? Друзья, восхищение будет одно, воскресение будет одно праведников. Слышите? Не будет оно разбито на несколько частей, как некоторые верят. А, вначале восхитятся христиане, а потом евреи восхитятся. В пять этапов будет восхищение. Друзья, как вы читаете? «При последней трубе, ибо вострубит, Господь сказал через апостола Павла, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом оставшиеся в живых». Все! Какие этапы? Все будет в одно мгновение происходить. Нам, христианам, друзья, нужно готовиться к жутким временам, которые грядут на нас. Это будет безбожная система, машина, которая не будет с нами церемониться. Понимаете? Или у вас спрашивать совета? А как ты думаешь? Люди во всем мире в конце дней разделятся на два лагеря. Служащие Антихристу и служащие Христу. Все! Третьего не дано. Аминь! Ты с кем? У меня элементарный вопрос к тебе. Ты с кем? Ты за кого? Если ты никогда не задумывался сегодня, сядь перед сном, помолись Господу и серьезно подумай о происходящем в этом мире. И к чему нас все это в конечном итоге приведет, эта вся глобализация, которая марширует по планету. Никто даже из людей не пикнет. Ну там кое-какие выходят, люди там забастовки устраивают, ну это же вы же понимаете. Он идет как медведь и всех топчет под себя, затаптывает. Глобализация и все. Это единственная цель мирового правительства. У них другого просто нет на уме. Это то, что Бог допустит в конце дней. И это произойдет. Хотим мы этого или нет. А к чему нас все это приведет? Даже логически подумать и посмотреть на этот мир. Много ума не надо, чтобы понять, что все идет к тотальной и беспрекословной диктатуре. Ты не веришь еще мне? Скоро поверишь. Скоро все узнаешь и увидишь сам. То, что сегодня тебе позволено говорить, завтра запретят. То, что тебе сегодня позволено где-то быть, завтра ты там уже не сможешь быть. Человечество всего мира будут додавливать, будут склонять до конца, пока ты в итоге добровольно или принудительно не поклонишься самому дьяволу в лице Антихриста. И начнешь поклоняться его изображению. Так говорит Писание. Я же не говорю свое. Я же не говорю то, что мне хочется. Если бы Писание этого не говорило, я бы не говорил. И это только начало, друзья, всемирной диктатуры. Дальше будет еще интереснее. Поэтому не пропусти, следи внимательно за событиями последнего времени. Всех заставят. Тем или иным образом. Всех заставят. И больших, и малых. И богатых, и бедных. И свободных, и рабов. Что их заставят сделать? Поклониться изображению Антихриста. И получить клеймо. Вот сюда. Все. Вот цель. Окончательная цель мирового правительства. Вот что хочет сделать Антихрист. Заставить тебя ему поклониться. Делают это лукаво. Под благовидным предлогом. Чтобы плавно и незаметно подвести человечество к самому главному. К поклонению самому дьяволу. Ты пока еще этого не видишь, но скоро дай бог, чтобы ты увидел. Вот тут будьте осторожны. Вот тут бодрствуйте и молитесь, чтобы не быть одним из тех, кого обманули в это последнее время. Вы не сможете скоро пойти в магазин и купить себе что-нибудь. Вам нравится такая перспектива? Потому что кто-то решил, что ты должен вначале поклониться Антихристу, а потом принять его клеймо себе на руку. Что это? Не обольщение ли мировое? И вообще, друзья, смотрите, если в мире что-то глобальное происходит, остерегайтесь этого, если об этом кричит весь мир. В этом, скорее всего, замешаны глобалисты, политики, которые ведут весь мир в погибель. У них есть цель. Это их цель, это не ваша цель. Они вас не спрашивали и меня не спрашивали, к чему нас ведут. Дима, а как ты хочешь, чтобы мир дальше был? Меня никто не спрашивал. Они делают то, что хотят. Всё. Забудьте о демократии и о свободе слова. Всё. Конечно, это нельзя доказать или опровергнуть, но кто бы за этим ни стоял, мы видим, что происходит в этом мире. Мы наблюдаем за приближением дня онного, как написано. Люди же умные, правда? Люди же умные, а нас за дурачков держат, правда? Лапшу на уши вешают. И нам нравится. Хорошо, пусть. Вам так не кажется? Я домашний козёл тоже. Смотрели этот мультик? Я домашний козёл тоже. А вот их планы реализуются постепенно. Интересно, власть по конституции принадлежит правителям или людям на земле? Правители кто избирают? Люди? Или правители правителей избирают? Я уже сомневаюсь, что люди вообще что-то могут сделать уже в этом мире. Очень сомневаюсь. За людей уже всё решили. Люди, как подопытные кролики, сидите тихонько в клеточке и радуйтесь сырочку, который вам там раз в день принесли. Вы ещё с голода не умерли, что вас ещё как-то хоть поддерживают. Может, сами правители виноваты в том, что происходит в этом мире. Я не призываю к бунтам. Я просто призываю к здравому мышлению. Я сам против бунтовых митингов. Я считаю, что христианин не призван быть мятежником. Он призван молиться за существующие власти. Пока ещё они существуют. В том виде, в котором мы их видим. Их скоро не станет, поверьте. Это просто информация к размышлению, друзья. Я помогаю вам начинать думать головой, а не животом. Друзья, уже нет сомнения в том, что в конце времени мировая экономика будет под контролем мировых диктаторов. А вы ещё сомневаетесь? Их будет 10. Помните? Плюс сам Антихрист. Он 11-й будет. Они будут заставлять граждан всего мира подчиняться этой системе воле или неволе. Они, именно они, и будут диктовать правила сатаны и Антихриста. 10 царей, потом явится 11-й среди этих 10. Каждый человек на Земле рано или поздно получит этот уникальный, а идентификационный номер в виде клейма на руку или на лоб, чтобы сотрудничать с экономикой этого мира. Чтобы спокойно, так сказать, ходить в магазин и вообще функционировать в этом глобальном мировом обществе. Ну разве не так? А если какой-то человек откажется иметь этот номер, его отключат вообще и не признают действительным в этом обществе. Ему не будет разрешено ходить на работу, учиться, ходить в детский садик, получать пенсию, получать зарплату, летать в отпуск в другую страну, покупать товары в магазине. Вот к этому мы и идём. Разве не так? Под благовидным предлогом. Не забывайте. Обольщение. Обольщение. А вы сами этого не замечаете? Почему я вам всё это рассказываю? Вы же сами всё прекрасно видите и знаете. При этом нас полностью заставляют зависеть от цифрового общества, а по сути зависеть от мирового искусственного интеллекта, который уже управляет этим миром. Да, мы уже в будущем. Мы уже в будущем. Скажите, это удобно. Я скажу и соглашусь. Да, это удобно. Никто же не спорит. Но за удобство надо платить. И рано или поздно цена будет очень велика. Цена – это твоя душа. Ни много, ни мало. Скоро никто не сможет противостоять Всемирному банку или Всемирной экономике. Кто такие люди? Это муравьи. Мы строим новый мировой порядок. У нас мощь, система, против которой ты даже пикнуть не сможешь. И никак повлиять. Людей узнают по лицу уже. Заставляют их оплачивать товары лицом своим. Наличные деньги убирают. Зачем они уже? Они уже бесполезны. Я уже стал замечать, что все реже и реже держу наличные деньги. Это хорошо? Да, в принципе, я не жалуюсь. Но вот как-то вот с этими бумажками хрустящими. Раньше жилось поспокойнее, чем сейчас. Вы не обратили внимания? Куда мы катимся? Скажите мне. Какому гуманному обществу, если душа убирается у людей, возможность общаться, дружить, говорить за душевные беседы, за чашкой чая, ходить в церковь, собираться на домашней группе, общаться с христианами, с верующими, с неверующими? Вы когда последний раз видели на улице детей, играющих на площадке? Как раньше это было, лет нацать назад, да? Им интереснее за компьютером сидеть, им интересно в чатах общаться уже, где душа во всем этом. Ее нет. Заменяют душу роботами. Понимаете? Вот у нас в Украине вышел закон, что уже оказывается в автобусах, я не знаю как, в общественном транспорте, не знаю насколько это правда, но по-моему правда. Подтвердите мне, если я прав или не прав. Убрали кондукторов. Слышите? Убрали кондукторов, все, кондукторы не нужны уже. Ты заходишь и проплачиваешь или телефоном, или карточкой там какую тебе дали, все. В Европе уже никто не продает тебе билеты, ты заходишь, нажимаешь кнопку, тебе дают билеты, с этим билетом заходят. Даже не билет, а просто цифровой след остается и все, что ты вот имеешь, у тебя там даже в приложении это все открывается, все, ты заходишь, едешь куда хочешь. Главное, чтобы деньги на счету в банке были. Понимаете, к чему мы идем? С одной стороны удобно, с другой стороны страшно, согласитесь. Что это? Что это? Мы живем уже в футуристическом будущем. А что будет дальше? Что будет, если еще пройдет 10, 20, 50 лет? К какому обществу мы придем? Люди-роботы. А что будет с несогласными в этом обществе? Утилизировать их или как? Это просто вопрос. Мы вчера с племянницей и сестрой моей были в магазине, они приехали из Голландии, немножко приоткрыли, ну по крайней мере Украина принимает голландцев. Мы-то не можем к ним поехать без вакцины, они пока еще могут без вакцины к нам. Вот. И мы общались. И мы пошли в один магазин, во второй, в торговый центр, такой красивый, сверкающий, гламурный, красивый, ну просто. Там находиться приятно, кондиционерчик. В общем, хорошо, только ходи и покупай товары. Были бы деньги, да? И вот мы стояли в этом торговом центре и размышляли, что товары уже становятся везде одинаковыми в магазинах. Вы заметили? Грядет глобальный коммунизм или социализм, когда все будет одинаковым. Одна мода, один стиль одежды навязывается кем-то по всему миру. Один завод в Китае штампует. Государствам уже оказывается невыгодно строить свои заводы. Дорого. Проще заключить контракт и заниматься импортом, и иметь навар правительству. Или там бизнесмена. Правда? Пусть работают китайцы, дешёвая рабочая сила, как у нас говорят, да? А мы будем только продавать и иметь навар. Удобно, удобно. Глобализм шагает по планете. Вот так мыслят политики и бизнесмены по всему миру. Что выгодно, что быстро, что хорошо быстренько нагреться на чём-то. А быстрые прибыли мечтают и желают её. Они не думают о будущих поколениях. Им это неинтересно. Им главное вот, покушать. Они не думают о благоустройстве простых смертных. Слышите? А то, что они там вам кричат пафосные речи с телевизоров, ну это же фейк, друзья. Все же под дудку пляшут, уже начинают плясать. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Мы будем жить хорошо, говорят они. Но вы, может, и будете жить хорошо. Я в этом не сомневаюсь. А как насчёт нас? Как насчёт пенсионеров? Как насчёт инвалидов? Как насчёт детей? Простых семей? Если вы уже вводите ограничения. Если ты не вакцинирован, всё, увольняйся с работы. Что это за разговор такой? Что это за разговор такой? Слава Господу, Господа, скорый суд. Он всё скоро поставит на свои места. С головы на ноги поставит. Заставит многих-многих пожалеть о Содеянном и покраснеть. Превселюдно и публично. Господь Иисус грядёт. Его суд над всеми. И каждый ответит за себя. Скоро Иисус придёт и скажет. Вор должен сидеть в тюрьме. Слава Богу, что Иисуса Христа нельзя подкупить или обмануть. Каждый получит то, что заслужил. По делам своим, как написано. Аминь. И при всём при этом многие сегодня говорят. Это ещё не конец. А когда конец? Когда на лоб тебе клеймо поставят? Вот тогда уже конец или что? Тогда уже поздно будет кричать. Когда ты уже всё. Когда тебе конец. Друзья, мы вплотную подошли к последним временам. Осталось ещё чуть-чуть потерпеть. Если ты согласен со мной на основании Писания, ставь лайк этому видео. Подписывайся на канал в последнее время. Потому что впереди нас ждёт ещё очень много чего интересного. Дай Бог, чтобы Господь нас сохранил. Не пропускай наши прямые эфиры. Подписывайся в группу «Последнее время» на Фейсбуке. Жду тебя. Будем дружить. Будем общаться. Не прощаемся. С Богом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!